Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. В книжном магазине Москва можно купить или заказать мои книги. Их доставят за небольшую плату в любую точку России. Электронные версии можно скачать на портале Ридера. А на платформе Vimeo лежат длинные платные лекции. Все ссылки вы найдете в описании этого видео. Сегодня 2,5 года исполнилось со дня выхода первого ролика на канале Сумерки Богов. За эти 2,5 года я набрал 18,5 тысяч подписчиков. Ролики мои смотрели 3,5 миллиона раз. Непрерывный показ уже достиг, страшно сказать, 50 лет. Все это было бы невозможно без вас, мои дорогие подписчики. Я вам очень признателен и за то, что вы смотрите, и за то, что пишете толковые комментарии по делу. В качестве подарка себе и вам к этим 30 месяцам моего детища премьера новой рубрики. Я долго думал, как же ее назвать. На языке вертелось что-то вроде «Летопись моей музыкальной жизни» или «Моя жизнь в искусстве». Но я решил, что раз я буду в этой рубрике рассказывать о том, что было с нашей музыкальной жизнью в прошлом, то и назвать ее надо «Лучшей из миров». Потому что мир музыки, музыкального театра и помог выжить мне, например, в 90-е, когда почти все жили плохо в нашей стране, когда происходила смена политического строя, когда танки в Москве были не только во время парадов. Наверное, надо было бы начать и с более раннего периода моей музыкальной жизни, но сегодня я уже вряд ли могу вспомнить все спектакли и концерты, на которых побывал, скажем, в 80-е. А вот с 93-го года я начал свою карьеру журналиста, музыкального критика, и теперь по своим публикациям мне легко отследить важнейшие события и их хронологию. Каждый выпуск будет посвящен одному календарному году. Я решил, что теперь не стоит делить эти ролики на сезоны, В каждом ролике я буду вспоминать, что происходило в жизни музыкальных театров и концертных залов, встречи с интересными людьми, поездки на фестивали, в общем, все то, что было самым важным и интересным в моем лучшем из миров. Сегодня первый выпуск и посвящен он 1993 году. Но начну я чуть раньше, с осени 92-го года. В октябре я написал первую заметку для отдела культуры независимой газеты. Попросил меня об этом Алексей Парин, который в этом отделе работал музыкальным обозревателем. Надо сказать, что сегодня независимая газета окончательно превратилась в помойку. Но в тот момент газете был всего один год. В Москве еще были слышны отголоски знаменитого банкета по случаю ее открытия. На этом банкете, где пировали все демократы Ельцинского призыва, кормили настоящими устрицами, специально привезенными из Франции. Эти устрицы еще много лет будут аукаться главному редактору Виталию Третьякову. Его газета осенью 92-го года была первой ежедневной национальной негосударственной газетой. Мне вообще в первые годы очень помогало то, что я был корреспондентом именно независимой. Ее знали даже на Западе, и для меня не было проблем, скажем, с пресс-билетами даже на самые престижные фестивали. Сейчас я вспоминаю, конечно, все это с улыбкой. Но и она сходит на нет, когда, например, ты узнаешь, что за все годы работы в этом издании, 6 лет, в пенсионный фонд не было перечислено ни одного рубля. Так что либеральные устрицы, как всегда, обернулись прикрытием очередных нечистоплотных начальников. Но в октябре 92-го года я был очень горд, что мою небольшую информашку, как тогда это называлось, опубликовала такая солидная газета. Называлась она «Бродобреи и паяцы» и была посвящена тому, что Пласида Доминго записался в партии Фигара, а Лючано Поворотис пел «Канио» в паяцах. Интернетом тогда и не пахло, так что даже такая информация была практически эксклюзивной для российской газеты. За ней последовали другие короткие заметки. Параллельно я посылал свои статьи, отпечатанные на портативной машинке, а печатать я умел с самого детства довольно прилично, в парижскую газету «Русская мысль». У меня там не было никаких знакомых, и я посылал статьи просто на деревню дедушки. Писал я про то, что не заинтересовало независимую газету, ведь у них была своя политика и свой штатный обозреватель. Как потом выяснилось, мой первый большой текст был напечатан именно в «Русской мысли». Он был посвящен концертам «Монсеррат Кабалье» в России, которые возили в Питер в президентском вагоне поезда. Но узнал я об этой публикации намного позже, потому что тогда для того, чтобы купить «Русскую мысль» в Москве, даже с большим опозданием, надо было ездить в единственный книжный магазин на Остоженке, ну и проверять, там опубликован ли твой текст. А первая полноценная статья моя в «Независимой газете» вышла в конце декабря, и была она посвящена гастролям Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье». Все эти месяцы я продолжал ходить на спектакли и концерты, ведь это была огромная часть моей жизни. И после Нового года меня попросили написать о моих впечатлениях от фестиваля «Декабрьские вечера». Я засел за статью, шлифовал ее, переписывал, перепечатывал, снова вносил правку и снова перепечатывал, потом отвез в газету и оставил в конверте на вахте. Дальше произошло то, о чем я не мог себе даже представить. В редакции газеты произошла маленькая революция. Часть журналистов ушла работать во вновь образованную на деньги олигарха Гусинского газету «Сегодня». В том числе ушел весь отдел культуры. Но газета все равно должна была выходить каждый день. Это было понятно руководителю нового отдела Игорю Зотову. На столе в отделе он обнаружил мой текст про декабрьские вечера, а у него в портфеле было интервью с пианистом и писателем Валерием Афанасьевым, о котором писал и я. И вот мой текст напечатали. Об этом я также узнал, купив газету в Ларьке, гуляя со своей таксой Матильдой, названной в честь героини оперы Вильгельм Тель Рассини. Я тут же поехал по адресу Мясницкая улица, дом 13, и услышал вопрос, который поверг меня в шок. Хотите стать штатным обозревателем отдела культуры? Мой ответ «да» был, конечно, очень смелым, но жизнь показала, что я так поступил вовсе не зря. Итак, в самом начале 93-го года я стал обозревателем отдела культуры, ответственным за классическую музыку и музыкальный театр. Как и в предыдущие годы своей жизни, я ходил на спектакли и концерты 3-5 раз в неделю. Но теперь я был журналистом. С одной стороны, можно было позвонить в театр и попросить место для прессы. С другой, я уже тогда это хорошо понял, если хочешь критиковать, то лучше ничего и никого не просить. Этот принцип я воплощаю в жизни сегодня. Особенно приятно покупать билеты и не зависеть от последствий своих публикаций. Конечно, надо было и учиться на ходу, в том числе и потому, что в этот момент коммерсант стал ежедневным, газета сегодня выходила каждый день, а значит, надо было успевать за конкурентами. В этот момент появился журналистский костяк по моей теме. Помимо упомянутого Алексея Парина, писали Петр Поспелов, Екатерина Бирюкова, Юлия Бедерова и другие журналисты. И хотя у нас тогда был просто дружеский клуб, мы отмечали вместе праздники и дни рождения, все равно было понятно, что существует конкуренция изданий. В тот момент это только шло на пользу отечественной журналистики и критики. Если вспомнить, то раньше критики как таковой вообще не существовало. Если «Правда» или «Известие» публиковали критические статьи, то лишним в этом словосочетании было слово «критические». Многие помнят, что, скажем, Большой театр даже издавал такой сборник, все критические статьи за период какой-то времени. Если их читать подряд, то становилось понятно, что в советских театрах не могли поставить плохих спектаклей, не могли плохо петь и плохо танцевать. Я же, как завсегдатой театров и концертных залов, знал, что реальная картина была совсем иной. Думаю, большим достижением отечественной журналистики 90-а было создание вот этого абсолютно независимого критического пула. Как только я почувствовал, что ситуация меняется, через много лет я решил сменить место работы. После той свободы, которая царила в 90-х во всех отделах культуры, после того удовольствия читать своих коллег-конкурентов, сегодня мне стыдно за многих из них. Но об этом я скажу специально в последнем 10-м выпуске. Пока же усилиями критиков во всех областях либеральные настроения 90-х годов утверждались на страницах главных газет. Мы все мечтали о новой стране, о том, что плюрализм мнений и современные течения в искусстве победят косность, застой, засилье стариков, находящихся у власти, в том числе и в театрах. Поэтому особенно смешно сегодня наблюдать за тем, как мои бывшие коллеги сами превратились в стариков, насаждающих единственную точку зрения. Мне удивительно сегодня читать, что люди проклинают 90-е годы. Вот эта борьба за будущее искусства в нашей стране, да и череда концертов, симфонических и камерных, премьер, оперных и балетных, помогли мне не заметить, что жизнь была бедной и голодной. И в ней была масса неприятных событий. Ну, а сейчас я расскажу, чем мне запомнился 93-й год. Главным моим событием, конечно, был приход в журналистику. Опубликованная статья про фестиваль «Декабрьские вечера» сразу вызвала кривотолки. Название было высокопарным, мы тогда такие любили. «Рихтер и Афанасьев. Две ипостаси одного фестиваля». Тогда вообще слов не жалели, и в какой-то момент на стене редакции появилось объявление использования слов «Таинство и духовность» только после редактуры заведующего отделом. Даже язык газетный менялся на ходу. Что и говорить про то, что в своей статье я уже посигнул на святое. Дело в том, что я много лет ходил на фестиваль «Декабрьские вечера», главным событием которого всегда были выступления самого Святослава Рихтера. Мы мерзли три ночи в очереди. Билеты продавались советскими иезуитами от музея по декадам. Это было время, когда на дворе еще были морозы и в 20, и в 30 градусов. И вот в последние годы становилось понятно, что Рихтер сдает свои позиции. Он, конечно, был гений. Но его подача уже не отвечала требованиям времени. Поза от сраненного артиста и делала искусство далеким для слушателя. Выставки, приуроченные к фестивалю, все больше демонстрировали искусственное сочетание музыка плюс живопись. В декабре 92-го года темой фестиваля был Бетховен. И то, как Рихтер играл его сонаты с 18 по 20, вызывало в людях чувство неудовлетворенности. Но они боялись в этом признаться, ведь играл же сам Рихтер. А уже летом, кстати, в Пушкинском музее был снова фестиваль музыки Григо, в котором принимал участие опять Рихтер и, например, уже немолодая Галина Писаренко. Переломный момент для нашей культуры как раз заключался в этом. Надо было либо оценивать выдающихся артистов потому, что они сделали для этой культуры раньше, или как они выступают сегодня. Я в своих статьях однозначно отрицал зависимость сегодня от вчера. Если артист выходит к публике, то он не имеет права надеяться, что его будут оценивать за прошлые заслуги. Эту точку зрения пронес через всю мою жизнь. Но тогда она уже вызвала бурную реакцию, так что сегодняшние хейтеры мои это внуки тех хейтеров из числа поклонников Рихтера. Кстати, история с Рихтером повторилась осенью в связи с гастролями Национального симфонического оркестра США под управлением Стислава Ростроповича. Солистом был Игнат Солженицын. И опять от нас требовали признать, что возвращение Ростроповича было триумфальным, а Игнат играл как бог. Увы, на поверку все это выглядело как гастроли провинциального коллектива даже для Москвы, которая тогда мало что видела и слышала. Но за пару лет до этого на гастролях у нас был Чикагский симфонический оркестр с Георгом Шолти. Так что было с чем сравнить. 93-й год заставил написать меня о том, что знали все. В Мариинском театре у Гергиева идет художественный процесс. Там происходит много интересного, а в Большом театре полный застой и стагнация. Я и прежде ездил чуть ли не каждый месяц в Питер на поезде, ох, эти ночные поезда, чтобы послушать Доминго Вателло или увидеть Бориса Годунова в постановке Тарковского. В качестве корреспондента это стало делать легче. И я ездил не только на премьеры, но и на концертное исполнение, скажем, осуждения Фауста Берлиоза или Золушки Рассини с Ольгой Бородиной. Конечно, и на премьеры «Волшебные флейты» Моцарта, Кощея Бессмертного и Садко Римского-Корсакова. Но все это вовсе не значило, что я безоговорочно хвалил Мариинку и ругал Большой театр. Я отдавал должное стараниям Валерия Гергева сделать художественную жизнь театра насыщенной и разнообразной. Но он сам уже сильно задрал планку, проведя, скажем, фестиваль Прокофьева, в котором «Игрок», «Огненный ангел» и «Война и мир» были представлены высококлассными постановками Тимура Чхидзе, Дэвида Фримена, Грэма Вика. После этого смотреть на то, как Алексей Степанюк или Штефан Пионтек пытаются дотянуться до их уровня, было практически невыносимо. Вот цитата из моей статьи про Садко, которой открывается сборник «Новая русская музыкальная критика». В трактовке Гергеева зримой становится параллель между операми римского Корсакова и Рихарда Вагнера. Майстер Зингер Садко, преодолев все соблазны, возвращается к людям, чтобы стать певцом человечества, а сама опера становится апофеозом народного искусства. Все это можно услышать в опере только с закрытыми глазами. С открытыми различишь только антагонизм тонкости музыкального прочтения и банального спектакля, наполненного лишь режиссерскими штампами Алексея Степанюка. Он поставил Садко в лучших традициях Большого театра, когда банальность мизансцен слишком очевидна, а режиссерские находки выглядят слишком минимальными. А вот статья о Кащее Бессмертном. Но другое удивляет спектакль Мариинского не меньше. Это полная неспособность отечественных режиссеров ставить оперные спектакли хотя бы добротно. Все, за что ненавидят люди оперу, собрано режиссером Иркином Габитовым в спектакле Мариинского. Ни одной приличной мизансцены, не говоря уже о маломальской концепции. Невообразимая мешанина стилей, времен и народов. Ему вторит и художник Вячеслав Окунев, видимо задавшийся целью заполонить все музыкальные театры Петербурга своими работами. Ну что сказать, Садко до сих пор в репертуаре театра в таком же ужасном виде, изображая декорации под Коровина. В этот момент уже стал формироваться и культ личности Гергиева. В мае 93-го года я поехал в Пермь, где стараниями Валерия Абисалыча был организован фестиваль. Он был организован фактически для его сестры, которая работала еще тогда в Пермском театре. Но он назывался в честь ее мужа. Граер Ханеданьян приглашает что-то в этом роде. Стареющий тенор-премьер нестройно пел каждый вечер старых и ужасающих своей провинциальностью спектаклях в окружении командированных солисток Мариинского театра. А днем проходил международный конкурс вокалистов, в жюри которого заседали Ольга Бородина, Дмитрий Хворостовский, их агент Марк Хилдрю. Ну и сестра, конечно, как без сестры. Не стоит и говорить, что первую премию тоже получила солистка Мариинского театра Татьяна Кравцова. Когда я описал все эти прелести, ну как есть, то тут же обнаружил, сотрудники Мариинки испугались и прокляли меня. Тогда я написал письмо Гергиеву и приложил все свои публикации о Мариинском театре. До сих пор не знаю, получил ли он то письмо, но сотрудники его, отвечающие за прессу, стали поднимать трубку, когда я звонил. Конечно, по сравнению с тем, что происходило в Петербурге, Москва напоминала сплошное болото. Александр Титель дебютировал в Стасике в роли худрука ужасным спектаклем Руслана Людмила Глинки. После того, как этот театр покинул Евгений Колобов, там навсегда стало плохо. Но спектакль Тителя был до безобразия пустым и никчемным. Его довольно быстро сняли. Во всяком случае, он шел не так долго, как другие работы режиссера. Впервые я попал на спектакль нового театра «Геликон». Во дворе дома медиков давали паяться Флеанковало в постановке Дмитрия Бертмана. На афишах было написано «Вдольчиках». Если кто-то еще помнит, это разноцветные колготки. Я запомнил это навсегда благодаря тому ужасу, который происходило на этом шоу. И уж точно разноцветные колготки были самым запоминающимся элементом спектакля. Только камерный театр под управлением Бориса Покровского удивлял тем, что привез и показал в Москве почти свежую оперу «Жизнь с идиотом» Альфреда Шнитке. Спектакль был поставлен, кажется, в Амстердаме, потом в Вене, а теперь вот и в Москве. Но, увы, Борис Покровский уже не смог сделать из этого произведения новой эпохи спектакль, который бы стал вровень с его предыдущими работами с операми современных композиторов. Впрочем, скажем честно, он уже был не молод, и у него многое не получалось. Но об этом речь впереди. Ладно, Стасик и Геликон, а как же Большой театр, в который я ходил с детства и очень любил. В какой-то момент я стал ходить в Большой театр вообще по 4-5 раз в неделю. И на оперу, и на балет. Билетов все так же было не достать, но ушло и Капельдинерши театра, тогда это были все как на подбор солидные бабушки, пропускали тайком за рубль. Потом еще рубль надо было платить на ярусе, чтобы простоять весь спектакль. Но нам все было нипочем. И три Раймонды подряд, и Аланта в 12 часов утра 1 января. Все можно было вынести ради любимого театра. И мы еще тоже ночевали на теплых ступеньках подземного перехода в Александровском саду. Там в кассах КДС одно время продавали билеты в Большой. Но в 93-м году Большой театр уже переживал такую жестокую стагнацию, что даже самые большие поклонники театра не могли этого не заметить. Способствовал этому и отток певцов на Запад, а молодые артисты, которые вводились в спектакли, не всегда соответствовали тому высокому стандарту. Вновь было понятно, что театр не может жить старыми достижениями. Все последние его премьеры были одна хуже другой. Последними интересными спектаклями театра стали оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» в постановке Евгения Светланова, Георгия Ансимова и «Млада» Александра Лазарева, Бориса Покровского. Но дальше последний тандем стал терять качество от спектакля к спектаклю. Это касалось и Орлянской девы Чайковского, но особенно Евгении Аникиной и князя Игоря. А опера «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова в постановке Лазарева Тителя премьера 90-го года и вовсе была настоящим провалом. Про балеты говорить нечего. Последний оригинальный спектакль Юрий Григорович поставил больше 10 лет назад. В 93-м году Большой выпустил возобновление Трубадура Верди и уже упомянутый спектакль «Князь Игорь». Про Трубадуру я написал памфлет. И, кстати, навсегда понял, что журналист должен выражаться однозначно, не допуская никаких разночтений. В этой статье я использовал выражение с напором экспоната сельскохозяйственной выставки, подразумевая трактор. А артистка, про которую это было написано, прочла нечто из области животноводства. Но по сравнению с князем Игорем, которого выпустили в свет в декабре, Трубадур был практически образцовым спектаклем. Дело в том, что «Князь Игорь» был создан в сотрудничестве с Генуэзским театром Карло Феличи. Премьера состоялась там, ну, конечно, с триумфом. А потом спектакль привезли на родину, и тут обнаружились многие его проблемы. Сам тип традиционного реалистического театра казалось, выдохся в этот момент. Люди заходили в кибитки половцев через дверь, а потом забывали и вываливались из них через фронтальный разрез. Завершался спектакль и вовсе свадьбой Кончакова и Владимира Игоревича. Курпулентных артистов в паричках засовывали в кибитку после половецких плясок для полномасштабного проведения первой брачной ночи, видимо. Все вместе выглядело так, будто спектакль специально хотели сделать еще более глупым и архаичным. Впрочем, начать надо было про Большой театр с февраля 93-го года. В то время в Малом зале консерватории проходил цикл концертов солистов под общим названием «Жемчужные голоса Большого». Уж не знаю, почему это название прелестило организаторов, но я на это написал текст под названием «Театр, в котором умирают голоса». А еще через три недели в рубрике «Карт-бланш» на второй странице газеты, что было очень почетно, вышел мой текст с довольно визионерским названием «Смерть, я не боюсь тебя». В нем, используя цитаты из популярных оперы, я рассказывал о том, как Большой театр тратит силы не на производство достойного художественного продукта, а на доказательство того, что их продукт неплох. Чем сейчас многие коллективы, кстати, успешно занимаются. На следующий день я оказался в редакции, наверное, дежурил, и вдруг меня вызывают в кабинет главного редактора, а он показывает настоящий на столике телефон правительственной связи. Да, вот, газета была независимая, но как без правительственной связи? Я беру трубку, из которой несется трехэтажный мат и крики вроде тебя мертвым на пороге собственного дома найдут. На том конце так кричали, что я не сразу разобрал. Это был Владимир Коконин, генеральный директор Большого театра. Конечно, эта акция устрашения завершилась ничем. Я не перестал писать о театре то, что думал. Театр отказал мне в билетах, и я покупал их у спекулянтов. Ночевать уже указ мне не хотелось. К чести главного редактора газеты, он не перестал меня печатать, даже после того, как и его лишили VIP-мест. Были и такие события в моем 93-м году. Я написал разгромную статью про слабенький спектакль театра Аллы Сигаловой, в котором эта всегда энергичная дама решила потанцевать под пение Марии Калас. Ну, кто-то ей сказал, что она похожа на Ля Девина. Соврал, конечно. Поскольку текст сдавался напечатанным на машинке, его потом набирали на компьютере, он проходил редактуру, корректуру. Но вот название оперы в этот раз Джаконда Панкьелли, набранная как Джононда, никому ни из корректоров в глаза не бросилось. И вот звонит разъяренная худрук театра Аллы Сигаловой, она же прима-балерина этого театра, она же сама Алла Сигалова, и шипит в трубку Джононда? Да что вы понимаете? Да как вы смеете? Это был мне еще один урок. Отныне я сопровождал свои статьи до самого выпуска. И то дело, Валерия Гергева в те времена любой корректор пытался исправить на Георгиева. Хочу вспомнить о моих первых шагах на поприще интервью. 31 декабря 92 года в независимой газете вышло мое интервью с Еленой Образцовой. Брал я его в Петербурге, куда мотался ради Мариинки. Для меня тогда прикосновение к одной из любимых своих певиц было счастьем. Но реальность всегда страшнее ожиданий. Интервью было огромное, заняло половину газетной полосы, но история с ним не закончилась. В Питере. Образцова попросила меня принести ей расшифровку уже в Москве в ее квартиру на улице Жалтовского. Я, неопытный и молодой, созвонился с ее домработницей и пришел на значенное время. Образцова взяла в руки напечатанный текст и все, что в нем было интересного, стало зачеркивать, вставляя на этих места какие-то общие слова и пустые формулировки. Это была катастрофа. Еще более ужасной была сама атмосфера этого мероприятия. Меня не покидало ощущение, что меня перепутали с крепостным холопом. Артистка все время убегала куда-то, ведь в соседней комнате стригли ее собак. Вместо нее приходил ее муж маэстро Жирайтис и пытался убедить меня написать статью про голубое лобби в мире оперы. Все это было похоже на фарс. Я ушел расстроенный и решил, что ничего не буду менять в интервью. У меня есть запись разговора, там все слово в слово именно так. Интервью вышло без изменения, и она всю жизнь ввел правило. Никогда и никому не давал интервью на вычетку. Если доверяете, давайте встречаться. Но в 93-м году мне часто пришлось применять это правило. Я брал интервью у артистов Мариинского театра Ольги Бородиной, Галины Горчаковой, Булата Минжилкиева, а также у Дмитрия Хворостовского. Кстати, меня тут терзали его поклонники, почему я не критиковал Хворостовского при жизни. Не только критиковал, но вот в этом интервью в лицо говорил ему, что мне не нравится его исполнение песен и плясок смерти Мусорского. Кстати, в этом интервью Хворостовский, как и много позже в другом Нетребко, говорил о том, что ему надо струже относиться к выбору репертуара, что он не будет петь драматический репертуар. А в интервью, например, с Галиной Горчаковой мы говорили о том, что возможно ей стоит сосредоточиться на репертуаре вроде Огненного Ангела, а она отвергала это и мечтала исполнять только итальянский репертуар. Но главным в 93-м году для меня стало интервью великого дирижера Клаудио Абада. Он приехал тогда в Петербург с тем же Хворостовским в качестве солиста и с молодежным оркестром имени Густава Малера. И этот оркестр с участием молодых музыкантов Европы и это турне по странам бывшего Варшавского блока были детищем Абада. Организовывало приезд его в Россию австрийское посольство Я связался с ними и мне удалось организовать это эксклюзивное интервью, как тогда говорили. Удовольствие общаться с Абадой для меня было ни с чем не сравнимо. Ему, думаю, тогда было смешно слышать мои вопросы, сколько он таких интервью дал за свою жизнь. Но он честно и довольно многословно отвечал на них, не подавая виду. Полный текст вы можете найти в моей книге «Конец прекрасной эпохи», как и текст интервью Образцовой. Именно этот контакт с посольством Австрийской Республики обернулся для меня воплощением мечты. В октябре меня, журналисты с опытом всего в один год, пригласили в Вену как гостя пресс-службы федерального канцлера. Такая программа существовала давно, но до меня приглашали журналистов, которые писали о политике. А я оказался первым из тех, кто пишет о культуре. Меня позвали на неделю, вместе с поездкой на поезде туда-обратно получалось больше 10 дней. В качестве информационного повода была выбрана премьера Трубадура Верди в постановке кинорежиссера Иштвана Саба в Венской государственной опере. Счастью моему не было предела, но тут приходится вспомнить, что на дворе был 93-й год, и в начале октября в Москве горело еще здание парламента. Я понял, что мне не в чем ехать в такую роскошную командировку. Одежду тогда продавали, например, на ВДНХ. Вдоль главной аллеи стояли ларьки, в которых за залог можно было получить что-то померить. Но выбор одежды моего развера тоже был невелик. На всем ВДНХ мы с женой нашли бордовый шерстяной пиджак, который сегодня стал синонимом новорусских 90-х, а тогда мне казался добротным изделием из братской Румынии. Все равно других вариантов не было. Черные брюки, белая рубашка, черная бабочка и такой пиджак, чем не костюм для похода на премьеру в оперу. В Вене меня принимали по-королевски. Я каждый день ходил в театр, был на встрече с музыкантами оркестра Венской филармонии, а потом на их абонементном концерте. Причем они обзвонили держателей абонементов, узнали, кто точно не сможет быть и купили мне билет из бюджета самого оркестра. Оказаться в музик-ферайне и услышать серебристый звук этого оркестра, это было настоящее счастье. Дирижировал в тот вечер Андре Превен. Лишь не говорить, что каждый вечер в опере меня ждали матерые звезды вроде Рикардо Мути или молодежь вроде начинающего карьеру Брина Терфеля. Среди рядовых дирижеров был и недавно сдавший пост главного дирижера новой оперы Ян Латам Кёниг. Накануне премьеры я пошел на интервью к директору оперы Иоанну Холлендеру. Вы видели его наверняка в жюри телеконкурса «Большая опера». Холлендер не произвел на меня никакого впечатления, я даже не стал потом публиковать это интервью. Настолько он был напыщенным фанфароном в нем. Но ему хотелось на меня почему-то произвести впечатление и он пригласил меня в антракте премьеры на коктейль в царскую ложу. Когда мы вышли из его кабинета моя сопровождающая фрау Карниель спросила меня «А у вас есть смокинг?» Оказалось, что в антракте премьеры в кайзеровском салоне пьют шампанское только федеральный президент и канцлер с женами, а форма одежды у них смокинг. Сутки пресс-служба канцлера обсуждала вопрос, стоит ли взять мне на прокат смокинг. Коллективный разум решил, что и так сойдет. Поэтому на премьеру я пошел в своем пиджаке, еще не понимая всех масштабов катастрофы. На премьере в театре случился невероятный скандал. Как только открылся занавес и публика увидела, что действие спектакля перенесено в здание этой самой оперы, уничтоженной американской авиацией в марте 45-го года, началась настоящая буча. Люди кричали «бу» всем артистам. Зубин Мета делал большие паузы, ожидая, когда публика замолчит. Артисты стали срываться после каждой арии. Даже такой крепкий баритон, как Лейфер Куз, которого в Кировском театре за глаза называли «железный Лейфер», и тот стал дрожать. Я не мог поверить своим глазам и ушам. Такого я не ожидал. До сих пор это одно из самых сильных моих воспоминаний о жестокости публики в Вене, которая сегодня превратилась в туристов, аплодирующих любому солисту. В антракте мы поднимаемся из портера в салон рядом с ложей руководителей Австрии. И тут я понимаю, насколько нелепо выгляжу в своем пиджаке рядом с дамами в кринолинах и джентльменами в смокингах. Эх, был бы у меня в 93-м году смартфон с фотоаппаратом. И тут прибегает господин Холлендер, который бросается не к президенту и канцлеру, а ко мне. И начинает быстрым шепотом говорить «Поверьте, у нас так не всегда». И тут-то меня замечают сановные особые, на лице их растерянность. Кто же такой этот человек в красном пиджаке, если директор театра к нему подбегает первым? Этот анекдот о моей первой журналистской поездке, конечно, не должен затмить главного ощущения. Я побывал в музыкальном раю. Уровень постановок, даже старых, музыкальный уровень венской оперы были еще очень высоки, в чем я позже мог не раз убедиться. А в эту поездку я пошел еще раз на Трубадура и уже без всякого скандала смог насладиться выступлением и Агнес Бальца, и Сергея Леферкуса. Вот так выглядел мой лучший из миров в 1993 году. А какие музыкальные события этого года запомнились вам? Напишите об этом в комментариях, самые активные комментаторы этого цикла получат от меня подарки. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы и до новых встреч на канале Сумерки Богов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова